Беременна, матов. Ой, блядь, я тебе еще раскрою секрет, чтобы сделать ребенка, нужно в письку трахаться. Ну, охуеть, да? Ай, я не могу. Довочка, ты красавица, спасибо, что слава Украине, гора им слава. Ну, пиздец, люди такие, знаете, в шоке. Господи! Господи, помилуй! Девочки! Девочки, не сраться, не обрыгаться, а болиться Богу, все. Знаете, я такое ощущение, будто я матюкаюсь, что у меня ребенок, когда вылезет, зигу мне покажет. Ну, типа, шо? Как анализы, все хорошо? Не знаю, в понедельник буду сдавать. Завтра, точнее. Витер? Не знаю, вроде нет. Бандаж для беременных, зайчик, еще для этого мне долго. Я вообще хочу купить себе... Знаете, что очень давно хочу, еще до беременности, у меня такое желание было накупить себе лосин. Знаете, для пузика? Лосин, топиков каких-то, и ходить такая... Ну, короче, поняли, да? Еще там пиджак какой-то черный, ебан! Охуенно! Фух! Я нашла лосины, да, они там что-то стоят около 500 гривен, дешево, нормально. Все, я смотрела эти детские вот эти вот бодики. Такие лосные. И фотосессию. Да не. Если фотосессию делаю, то в платье это 100%. Пусть ругать своего ребенка. За что? И зачем ругать, если можно найти компромисс? Даша, вы в Харькове? А что такое? А что вы от меня хотите? Закончила зайка. Сомнение, курю в три раза меньше. Да то, что живот, я знаю, это, ну, чтобы его подтягивать, чтобы он не свисал. Грубо говоря, это я знаю. Ну, а зачем ругать ребенка, если можно с ним поговорить и донести до него что-то? Сейчас, наверное, с 2020 года, плюс-минус, настала абсолютно другая психология по воспитанию детей. Абсолютно другая. Если раньше, да, в моем детстве подумали, что психолог — это трата денег, их лучше, там, я не знаю, купить, пожрать, то сейчас это абсолютно нормальная услуга. Что, запомним? А что, нужно ребенка пиздить или что? Не понимаю, чуть-чуть прикольчика. Ты был жарной мамой, ну, звучально. Какой месяц уже? Десятый. Я очень жу, это за беременных, когда у них пузико, живот надувают, и пупок такой пинь, потом стягивают, пинь. Грудью кормить нет, не планирую. Первые пару дней — да, потом — нет. Потому что после родов потом через год надо делать сиськи. Что так? Ну, не хочу. Что скажешь, если курить в 12 лет? А что, у меня ребенок насчет курить 12? Сумерси, дуже-дуже дорого. Сколько дорого? Это недорого. Блядь, если будет много молока. Есть такие препараты, которые просто уничтожают это молоко, и все. Оно или исчезло, или ты его сцедила, его больше нету, но что-то такого плана есть. Да, есть разная смесь. Ну, типа, дорого, блядь. Знаете, я сегодня смотрю вот эти вот всякие одежды для малышей, вот прям для новорожденных. Ну, 250 гривен вот эта вот хернюшка. Я такая смотрю, типа, говорю, Саша, что это дорого? Ну, типа, что мамочки-то говорят, Наша, ты понимаешь, что таких нужно 20 штук? Блядь, и это дорого? Ну, ну, это не дорого. Ну, 600 гривен на 3 дня это дорого? Мальчика хочу. Сик, пью. Коляска очень дорогая. Нет, коляску можно купить бэушную. Я не вижу смысла покупать новую коляску. Зачем? Можно купить в хорошем состоянии. у каждого разные понятия в деньгах. Вот, насчет этого, Думала, как назовешь. Поверхностная. Еще очень рано об этом думать. Привет, Дашуля, привет. Сколько хотите, блядь, одного и дай бог хватит. Беременность, конечно, запланированная была. Господи. Кстати, заметила, когда мне становится хуево, и начинаю гладить живот, у меня боль пропадает. ты что-то обзернышко что-то чувствуешь, ты шо? В смысле, если нет, то другое. Ну, что с ребенком произойдет, если у меня нету молока, блядь, я начала кормить смесью, он будет какой-то отсталый, или шо? Или если я сама отказалась кормить грудью, ну, блядь, не милите хуйни. Шо, самовнушение. Ни хера не самовнушение. Вот я же погладила, все, боль прошла. С четвертой недели бьется сердце. Это смешно. ой, я не знаю, мне очень многие рекомендуют везти на 602. я не буду грудью кормить. шо мне теперь, блядь, я не знаю, порчу на меня наведете, или шо? С Харькова, с Харькова. Блядь, ну никак не на второй неделе. Я не хочу чисто сама кормить грудью, я не хочу вот это вот ощущение, когда мне откусывают сиську. Мне это неприятно, я не люблю такое. мне легче покупать даже ту же смесь за полторы тысячи, и нормально ребенок будет питаться все. Ой, господи! Девочки, почитайте, сколько витаминов находится в смеси. В хорошей смеси, а не в самой дешевой. Девочки, поверьте. меня мама грудью тоже кормила, я сеструху грудью кормила, а иммунитета нету ни у кого. У меня иммунитета нету абсолютно. мутно.